Еще один пример. Давайте посмотрим, позволяет ли картинка конвея разобраться с цепной дробью для числа корень из 5 третьих. Понятно, что я 5 и 3 взял случайные числа. Берем квадратичную форму 5х квадрат минус 3у квадрата. В этой точке 5 минус 3 и подставляя x равно y равно 1, 5 минус 3 получаем 2. После этого по правилу коррелограмма вычисляем. Вот здесь сумма 2, значит 2, 2, 2, замечательно. Здесь 7, здесь минус 3, здесь 17, вот здесь вот у нас 5, здесь сумма минус 1, значит на 6 уменьшилось, здесь минус 7, отлично. Здесь сумма минус 5, здесь минус 3, то есть на 2 уменьшилось. Минус 5 на 2 уменьшилось, то есть минус 7, хорошо. Минус 7, здесь сумма минус 5, то есть уменьшилось на 2. Минус 5 плюс 2, минус 3. Вот, господа, река, вот она выделена. И в этом месте зациклилась. У нас всегда река бесконечная зациклилась. Вот, зациклилась. И смотрите, как здесь устроен путь. Мы идем в одну сторону, поворачиваем. Потом 3 раза поворачиваем в другую. Потом поворачиваем в эту, ну и дальше мы опять как-то здесь, и опять еще пройдем. А потом 3 раза, а потом 2 раза. И вот она, давай, давай. 1, ну 1, потому что мы начали отсюда, а не отсюда. 3, 2, 3, 2. Для тех, кто сомневается, я, смотрите, что сделал. Вот, вот, можно же как, вот в этом месте можно написать не 2, а 1 плюс z, да? Где z, это вот вся эта дробь. И в таком случае получаем вот такое уравнение. Единица плюс единица, деленное на 3, плюс единица, деленное на 1 плюс z. Это z. Ну вот здесь вот я решил, на все случаи мы себя проведем. И получил, что действительно 5, это 3 за это в квадрате. Поскольку число положительное, значит, это корень из 5 третьих. И смотрите, из-за того, что эта река в этом месте устроена симметрично, то есть, когда пойдешь налево, то же самое, что пойдешь направо, то свойство полинтрома есть. Правда, оно в этом случае достаточно такое смешное, потому что, шучу, полинтромность, если идешь, написать бесконечно, и туда, и туда вот, то когда читаешь слева направо, получаешь то же самое, что справа налево, да, там 2, 3, 2, 3 и так далее, и здесь тоже идешь 2, 3, 2, 3. И вот, но все-таки полинтром. И так будет для любого квадратного корня, потому что квадратный корень определяется тем, что коэффициент при xy равен 0. А коэффициент при xy равен 0, это значит, что вот эти числа корней.